Мы не первый год анализируем обложки и послания журнала The Economist. Наш прошлогодний обзор стал самым популярным в YouTube и набрал около 2 миллионов просмотров. Многие события из предсказанных авторами журнала сбылись, но стоит отметить, что эти знаменитые обложки не только предсказания грядущего, а прежде всего попытка программирования будущего. Каждый год ряд коллегий журнала составляют разные люди из разных сфер жизни. Эти влиятельные личности, находящиеся на острие мировых процессов, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки, что может объединять их? Главным образом это либеральные взгляды на будущее человечества. Здесь стоит отметить, что владельцами Экономиста являются пресловутые Ротшильды. Это группа влиятельных банкиров-глобалистов, которые также являются акционерами Федеральной резервной системы. 2019 год стал годом открытой войны глобалистов-банкиров против всех национально ориентированных элит, условно назовем их банкиры-либералы против патриотов-промышленников. Банкиры с 1944 года, с момента создания Бреттенвудской системы, были то, что называется «на коне» и активно продвигали свою либеральную глобалистскую идеологию. Наиболее влиятельные организации, подконтрольные финансистам, это Всемирный банк, МВФ, Федеральная резервная система США и Центральные банки по всему миру. Для наглядности, Украина в следующем году будет тратить около 30% всего бюджета на обслуживание долгов перед МВФ, а Эльвира Набиулина, глава Центрального банка РФ, отличилась как самый эффективный руководитель ЦБ в мире. Вот кому мы отдаем деньги. Именно банкиры-либералы, контролируя кредитно-денежную политику стран, не дают инвестировать деньги в национальные экономики и выводят все богатства за пределы государств для поддержания своей разрушающейся системы глобального доминирования. Но последний кризис 2008 года показал, что действующая экономическая система обречена на крах. Именно поэтому в США оппоненты либералов-финансистов сумели привести в президенты Дональда Трампа, который олицетворяет группу патриотов-промышленников. Под его началом государственная машина США медленно, но верно проводит политику окончания глобального доминирования США и раздел мира на новые политические и экономические зоны. Именно этому процессу противостоят либералы и ведут огонь из всех орудий, включая журнал The Economist. Учитывая эти процессы, стоит рассматривать обложку 2020 года. Итак, обложка журнала составлена в виде таблицы Хермана Снеллена. Все мы проверяли зрение на таких таблицах. Буквы образуют слова, следующие друг за другом. Всего 21 слово. Трамп, Брексит, Искусственный интеллект, Токио, Марс, Климат, Си имеется в виду лидер Китая Си Цзиньпин, Рецессия, то есть спад в экономике, МОДИ, премьер-министр Индии, ЭКСПО в значении выставка, Аббревиатура SDG означает Цели устойчивого развития, одна из программ ООН, Бонд в значении облигация, Бетховен, Вижн, видение, Биодиверсити, биоразнообразие, РЭД, крыса, Аббревиатура NPT, Договор о нераспространении ядерного оружия, Уоррен, скорее всего имя собственное, Найтингейл, в переводе соловей, и последнее слово Россия. Интересно, что Россия и Трамп находятся в начале и в конце таблицы, а примерно в середине Си Цзиньпин, МОДИ и между ними рецессия. Эти пять слов являются ключевыми на обложке, это подтверждается и их расположением. На Путина и Россию последние пять лет была очень агрессивная информационная атака. Санкции не прекращаются до сих пор. До недавнего времени он был объявлен либеральными СМИ главным врагом прогрессивного мира и глобалистской идеологии. Теперь его место занял Трамп. И слова Трамп и Россия расположены на разных концах таблицы для того, чтобы указать на близорукость Трампа по сравнению даже с таким якобы агрессором и варваром, как Россия. Ведь оппоненты Трампа хотят выставить его именно как сумасшедшего и недальновидного президента. Вместе с этим, такое расположение России в таблице указывает на признание банкирами достижения России во внешней политике, потому что нижние строки может прочитать только человек с хорошим зрением, видением. Также это может быть отсылкой к дальнозоркости, присущей в основном людям после 45 лет, то есть умудренным жизненным опытом. В центре таблицы находятся также Си Цзиньпин и Моди. Кстати, на прошлогодней обложке было похожее расположение мировых лидеров. Трамп – сердитая панда, олицетворяющая Китай, и Путин. Индия же была немного в стороне. В этом году премьер-министр Моди уже в середине. Роль Индии довольно высока. Помимо второго по численности населения и, соответственно, привлекательного рынка сбыта, страна является второй быстро растущей экономикой мира. Более того, на саммите G20 летом 2019 года состоялась трехсторонняя встреча – Китай, Россия, Индия. Си Цзиньпин наравне с Трампом и Путиным является одним из ключевых геополитических игроков. Также Си удалось отодвинуть банкиров-глобалистов внутри страны от ключевых постов, и именно Китай должен стать одним из региональных лидеров в постиндустриальном обществе. Однако это принесет Китаю не только привилегии лидера, но и большие проблемы в экономике. Распад же глобального рынка на части вступил в горячую фазу с началом торговой войны между Китаем и США. В этом видна борьба и единство Трампа и Си. С одной стороны они борются с глобальным финансовым капиталом, а с другой ведут противостояние между собой, отстаивая интересы собственных производителей. Для США этот вопрос сохранения реального сектора экономики внутри страны сейчас намного острее. Заметьте, ни один из европейских лидеров не изображен на обложке 2020 года. Между Си и Моди находится ночной кошмар всех правителей и обычных людей – это рецессия. В периоды рецессии экономика характеризуется низким уровнем активности производства и высоким уровнем безработицы. И если раньше такие проблемы решались политикой количественных смягчений и другими финансовыми инструментами, то сейчас это не работает. Например, денежная масса за последние 10 лет увеличилась в 5 раз, а производство товаров – лишь на 15%. Такие перекосы выровнять уже практически невозможно. Более того, никто не знает, что делать и что будет. А выход из такой ситуации – только кризис или война. Также традиционно на обложке есть слово «война». Видимо, в этом глобалисты видят выход из сложившейся для них патовой ситуации. Находится война рядом с Путиным или с Россией уже второй год подряд. На обложке 2019 года под Путиным были всадники апокалипсиса. Трамп, Си Цзиньпин, Моди и Россия продолжат в 2020 году стоять в авангарде мировых процессов и творить будущее в непростой схватке с либералами-глобалистами. Рецессия в мировой экономике происходит каждые 8-12 лет. Последний кризис был в 2008 году. Высока вероятность повторения кризисных явлений в 2020 году. Давайте посмотрим, что еще нас ждет в будущем году. Брексит. Тема Брексита звучала в 2019 достаточно часто из-за осложнений и расколов британских правящих элитах. Такое же положение дел мы будем наблюдать в 2020 году и, возможно, увидим развязку этого процесса. Также стоит помнить, что штаб-квартира журнала Economist находится в Лондоне, поэтому тема Брексита как никому близка редакции. Искусственный интеллект – это самое перспективное направление IT-индустрии и, вероятно, в 2020-м появятся новые прорывные проекты. Токио. Грядущая Олимпиада в Токио – несомненно значимое мировое событие. Марс. США, Европа, Китай, Россия и Арабские Эмираты работают над проектами, связанными с освоением Красной планеты. Также Илон Маск выдвигает радикальные идеи ядерного удара по Марсу с целью высвобождения углекислого газа и для зарождения жизни на планете. Тема Марса будет актуальна в научной среде и в 2020 году. Климат. 2019 год стал одним из самых теплых за весь период метеонаблюдения в мире, поэтому 2020 принесет нам еще больше Греты Тунберг и зеленых в наши новостные ленты. Экспо – всемирная выставка, которая пройдет в Дубае в 2020 году. Любые подобные мероприятия мирового масштаба сочетают в себе встречи высокопоставленных лиц государств и бизнес-компаний, а заключение договоренностей между ними оказывает влияние на широкие слои населения. Аббревиатура SDG расшифровывается как «Цели устойчивого развития». Это программа ООН, направленная на борьбу с нарастающей нестабильностью в мире. Весь 2020 год будут проходить мероприятия в рамках данной стратегии. Реальной целью данных мероприятий было и остается создание институтов для сохранения влияния глобалистов в разных регионах мира. Бонд. Имеется в виду облигация. Это самый популярный актив у инвесторов. Облигации в 2020 году продолжат дорожать и терять доходность. Вижен. В переводе – видение. Слово отмечено красным цветом и не несет в себе никакого конкретного посыла, в отличие от других слов на обложке. Поэтому трактовать можно как угодно. Биоразнообразие. Является основой жизни на планете, и его утрата является большей проблемой, чем изменение климата. Вырубки лесов, загрязнение мирового океана, браконьерство, лесные пожары – Эти явления вносят свой вклад в уменьшение разнообразия биологических видов. На 2020 год запланирован ряд мероприятий, связанных с защитой планеты. РЭД. Крыса. Очевидна отсылка к году белой металлической крысы. Трактовать можно как угодно. Отметим лишь, что 2008 год, когда произошел кризис, был годом крысы. НПТ. Аббревиатура, означающая договор о нераспространении ядерного оружия. Очевидно, что новая гонка вооружений в 2020 году будет только набирать обороты. Уоррен. Скорее всего, имеется в виду сенатор США Уоррен Элизабет. Возможно, ее идеи найдут поклонников в 2020 году. Рафаэль. В 2020 году исполняется 500 лет со дня смерти гениального итальянского живописца. Найтингейл. В переводе – Соловей. Одним из авторов журнала в этом году выступил генеральный директор Google DeepMind Дэмис Хасабис. Который разрабатывал проект Google Project Nightingale. Это проект, который собирает данные о здоровье миллионов людей по всему миру. Видимо, 2020 год выведет проект на новый уровень. Будем следить за новостями. Вот таким, по мнению редакции журнала, будет 2020 год. В прошлом году была масса комментариев, типа, кто же вам, простому люду, поведает правду, а в будущем это просто сказки, а кто верит – дети. Так вот, следует пояснить, что журнал Economist не позиционирует себя как издание для широких масс, а рассчитан на топ-менеджеров крупных международных организаций и людей, которые имеют возможность оказывать влияние на эти самые массы. Поэтому посыл журнала в том, чтобы дать понять среднему классу, в какую сторону мыслить и какие силы следует поддерживать в следующем году. Если это кому-то покажется сказкой, то задумайтесь о том, что вся деятельность крупного и среднего бизнеса завязана на кредиты. Кредиты выдают банки, подконтрольные либералам. И если в странах бывшего СССР еще есть возможность взять деньги без идеологического подтекста, то на Западе это гораздо сложнее. Многие авторитетные ученые и аналитики в своих рассуждениях о современных процессах в политике и экономике ссылаются на журнал Economist разных годов выпуска. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!